Здравствуйте! Портреты класса Дей 2. Мы продолжаем посвящать наших младших вицеисты, знакомиться с их творчеством, расспрашивать одиннадцатиклассников и классных руководителей. Первое впечатление о моих младших у меня сложилось еще летом. И когда мы познакомились ВКонтакте, и уже тогда они у меня показались очень открытыми и дружелюбными людьми, а также очень-очень умными и способными ребятами, ведь они смогли преодолеть такие сложные вступительные испытания. Также, когда мы уже пришли 1 сентября и познакомились с ними вживую, я увидела, что в их классе очень много талантливых людей, и танцоры, и музыканты, и спортсмены. Также они очень-очень ответственные, ведь они начали готовиться к портрету заранее, не так, как мы. И я уверена, что в этом конкурсе они одержат победу, потому что они самые лучшие крутышки. Впервые мы с ними познакомились 1 сентября, когда после линейки мы сидели у них в классе, общались со многими. Уже тогда стало ясно, что они очень умные, креативные, веселые ребята. К портрету они готовятся достаточно усиленно, и я уверена, что они выиграют, потому что одна ришка чего стоит. Они а-класс, они лучшие, и я считаю, что они должны продолжить все традиции а-класса, и в жизни добиться очень многого. Я в них верю. Анна Васильевна, ученики вашего класса являются профессионалами в области физики и математики, а вы филолог. Скажите, сложно ли вам находить с ними общий язык? Так уж повелось, что, пожалуй, нет ни одного года, когда бы я не работала с физико-математическим профилем. Более того, не так часто я была классным руководителем, но это всегда были физики-математики или математики-информатики. Так получается, что как раз-таки с ними мне находить общий язык гораздо проще. Может быть, в силу того, что я математику хорошо знаю, может быть, в силу того, что они на категоричное суждение отзываются быстрее, нежели гуманитарии. Но с физматом по-настоящему интересно работать. И в этом году у меня 10-й А-класс. Не совсем физмат, как мне кажется. Я их называю математики-информатики. Хотя профильные предметы действительно у них физика-математика. Это интересные ребята. Самое главное, что с ними не скучно. Потому что научить можно любого человека. Физики, математики, языку, истории. А вот изменить человека, чтобы он стал озорным, юморным, веселым, чтобы он умел шутить, умел реагировать на шутки. Это достаточно сложно, на мой взгляд. В этом плане мне с ребятами повезло. Не знаю, повезло ли ребятам со мной, но мне с ними повезло уж точно. Чтобы не сглазить. Расскажите, пожалуйста, а как ребята готовятся к портрету класса? Честно говоря, подготовка к портрету у нас идет достаточно слаженно. Мы ни разу еще не поссорились. Несмотря на то, что я зарезала некоторые их инициативы, но взаимопонимание мы находим. Инициативы были немножечко срезаны, потому что мне казалось, что это уже было и не однажды. Я сказала, ребята, мы должны быть оригинальными, у нас должно быть то, чего не было ни у кого. И я надеюсь, что это взаимопонимание, я им очень дорожу, оно сохранится на всем протяжении до той самой знаменательной даты, когда нам предстоит выступать. Я думаю, что из этого испытания мы выйдем еще более дружными, достигшими взаимопонимания и веселыми. Это самое главное. Здравствуйте! Я великий Капибаролог. Расскажу вам, что существует круг годовых Капибар и сделаю эксклюзивный прогноз для наших младших на этот учебный год. И начнем, как и полагается, с Овна. Вам в этом учебном году нужно плыть по течению, как только идет по пути меньшего сопротивления. Вы придете к успеху, затратив меньше сил. Птица соответствует Dead Inside Капибара. Это пророчество довольно противоречиво. Оно может означать, как недовольство чем-то, так и наоборот. Вы должны стать более открытыми, и тогда у вас все получится. Близнецы Капибара Ванны. Это довольно интересное пророчество. Оно гласит, что близнецы в этом учебном году будут награждены вселенной безмерной удачей, и им все будет сходить с рук. Раки — крутая Капибара. Хоть и довольно частое явление, но из-за этого ее пророчество не становится хуже. Ведь Ванн в этом учебном году будет намного проще получать оценки от 9 и выше. Лев — Капибара-супергерой. В этом учебном году вам будет дана великая сила знаний, но великая сила знаний — это великая ответственность, и ее нужно использовать во благо всего вашего класса. Помогая своим одноклассникам, вы будете получать особые очки кармы, которые будут приумножать вашу силу знаний. Девы — Капибара-рэпер, которые невероятно прослоречивы. Вы сможете с легкостью отвечать на устные предметы, но что более важное и цельное, так это способность расписывать решения по математике и физике с максимальной точностью. Лесы — взрывная, как и Бара, которая без особых усердий преодолевает любые препятствия на своем пути. Они смогут справиться с самыми интересными задачками по физике, выдержать любые факультативы, и даже задания со звездочкой будут казаться им сущим пустяком. Ведь ничто не сможет удержать их взрывного рвения к счастью. Э, скорбионы в этом году, вы — романтическая Капибара. Это предсказание довольно обманчиво, ведь неопытный человек может подумать, что это предсказание направлено на субборомантические отношения. Но на самом деле это не так. Вы сможете приобрести много друзей и полезных знакомств, которые помогут вам в будущем. У стрельцов в этом году Капибара-мыслитий, обладатели данного пророчества, невероятно мудры, что поможет не только им по жизни, но и тем, кто обратится к ним за советом. Козероги — гигачат Капибара. Все физические и умственные характеристики будут многократно увеличены, что позволит обладателю стенда гигачат Капибара без отрат лишней энергии получать желаемое. Водолеям соответствует Капибара-полицейский, который следит за порядкой и дисциплиной в классе, что неизбежно приведет к лидерству вашего класса по всем параметрам. Рыба Капибара-программист. Ваше логическое мышление станет намного лучше, что также поможет вам не только в будущем стать великим программистом, но и сейчас на информатике. Подведу итоги. В этом году вам выпали только хорошее пророчество, что очень редкое явление, но мы вас и не сомневались, ведь после нас вам придется нести тяжкое бремя лучшего класса. Мы верим вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Брикс Баберни. Позрубил, здесь живешь, ты в лицее, пинни-бомж, здесь тебе не нужен нож, ты растешь, так че ты ноешь. Ты растешь, так че ты ноешь. Поступил, здесь живешь, ты в лицее, ты не вомж, здесь тебе не нужен нож, ты растешь, так че ты ноешь. Ты растёшь, так чё ты ноешь 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 Я могу в общаге улыбаться по утрам Раньше было сложно, как и всем здесь новичкам Ты забыл, чё за понедельник Говоришь, будто ты бездельник Я не вру, ведь я не мошенник ГГО, тебе открыл все двери Простота, это мой устав Мой физмат, это весь наш спад Возвучу даже без преград Пишем РД, тупо наугад И никогда не посмотрим и вниз Пишем конспекты для нас, Жунисиин Знайди-ка, дети, мне косинусы Не можешь ты чё тебе двойкой садить Поступил, здесь живёшь Ты в лицее, ты не бомж Здесь тебе не нужен нож Ты растёшь, так чё ты ноешь 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 В наше время всё гораздо проще Это факт ГТЗ откройте, просто будет вам доклад Девять целых шестьдесятых Смело в аттестат И всё, что тебе нужно У тебя есть на плечах У, я ещё раз крикну У, потому что так хочу Каждый раз в столовой Два сырка себе беру У, я ещё раз крикну У, потому что так хочу Каждый раз в столовой Два сырка себе беру Ты здесь живёшь Ты в лицее, ты не бомж Здесь тебе не нужен нож Ты растёшь, так чё ты ноешь И вот последний хочу сказать Что в лице меняет людей Общага тем более Младше, я вас люблю Спасибо. Спасибо. Шарик, ты новости видел? Да, Хохминс. Пишут, что табак опять подорожает. Да не эти. Давай, грубая, у нас делишки появились. Давай посмотрим. Мы на программе «Пусть решают» и у нас для вас шокирующие новости. После увеличения длины гипотенузы на 0,02 мм оказалось, что терема кифагора не верна. Чтобы вы поделили число на 0, нужно просто повернуть его на 90 градусов вправо, ведь 8 делиться на 0 равно бесконечности. Известный победитель международных олимпиад по информатике Роман Баберкин так и не нашел, как активировать Windows. Уважаемый Михаил Кудников, просим вас пройти в компьютерный центр, иначе вы рискуете остаться без ваших работ. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Слушаюсь. Угу. Пойду вас. Срочные новости. Преступная группировка на 24-е другое. Толкач взломала сайт РИКС. Поверить не могу, что кто-то на это вообще надоумился. Да, работали профессионалы, сразу видно. Оставили улику, да не одну. Ладно, Шерлок, собирай вещи, едем к ГГУ. По моим данным, именно оттуда была совершена атака. Поехали. Общая характеристика преступной группировки. Рост 3728 метров, вес 1338,3 кг, возраст 370 лет, КПД 85,2%. А кто у них лидер? Толкач Анна Васильевна, вес 500 сборников по подготовке к ЦЛ по-русскому. Рост 3,5 аккордеона, предводитель банды. Обидные шутки под прикрытием мотивации – это ее территория. Группа крови. Группа крови. На рукаве, мой поэтковый номер, на рукаве. Пожелай мне удачи в бою. Пожелай мне удачи. Я же бросил не использовать компьютер в своих целях. Ты куда уже лазил? Да, Шерлок, я просто результаты первого РТ смотрел. Там, видимо, Троянов и насобирал. Троян? Троянский конь. Выйду ночью в поле с конем. Ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Вспомнил. Это древний ген информатов. Вот это поколение было. А нынешнее что? А нынешнее? У них сейчас совершенно другие мотивы. А нынешнее что? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Кириков Евгений Олегович. Рост 1 метр вкусного столба. Его можно узнать по красному бачку. По взмаху и бонитовые палочки приходят на курсы в другое измерение на длительное время. Мы поймали исполнителя. Отлично. Итак, товарищ Кириков, зачем вы взломали сайт Рикс? Часть С. Ещё раз. Часть С. Шо це таке? ЭРКУ НЕВИНСКИ Ну Jonas К הפятую АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Часть С Ты нам зубы не заговоривай Ты не мог совершить это преступление один Кто тебе помогал? Давай, рассказывай А не то сейчас твою красную рубашечку спалим Хорошо, хорошо, расскажу Это был человек, который втерся ко всем в доверие Андрей Попов Плодитиво! Находясь в состоянии постоянного бронзового движения Пренебрегают потерями энергии Рекордсмен по употреблению слова «извиняюсь» Окно распахнулось Падал свежий ветер Зашла Наталья Викторовна в аудиторию 3.2 Дала мне сборник с канави и сказала Ты тоже можешь быть воином Я встал и начал решать И все изменилось Он стал ходить по лицее на понтах У меня появился красивый костюм Он посчитал количество шагов до столовой Вывел формулу удобства стулья в кабинетах Вычислил КПД урок очерчения Вот, что может сделать с канави и Наталья Викторовна с людьми ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Анна Васильевна нам говорила все время про какую-то часть С, и мы решили сломать сайт РИКС, чтобы узнать, что такое часть С, и помочь вам, старшим, потому что вам уже скоро сдавать экзамены. Ну и зачем было? Вчера часть С отменили, ребят. Уведайте их, это было ЗУСИМ небеспечно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ